Продолжение следует... ...нужны 83 миллиона долларов. Государство окажет поддержку, завод начнет работу до конца этого года. Куда больше вопросов сейчас к сахарному производству. После посещения бумажной фабрики журналисты спросили президента о фактах коррупции в этой отрасли. Что меня больше всего, когда мне доложили, давно на контроле этот вопрос, спецслужбы вели. Я контролировал его, мне когда доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть этого сахара по увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Ну может быть сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили, а документы. Шли туда, переоформляли и здесь прям с завода на наш рынок поставляли этот сахар с моржой, а потом эту моржу делили на взятки. Это что, нормально? Я в детали не вникаю. Там попались и с погонами люди, сказал всех под метлу в камеру, всех, даже вот самолет там нельзя было раньше задержать, одного из деятелей, кто там был, Крыштапович или кто, не знаю. Вернуть, сказал, самолет западной Европы, посадить в Минске и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому. Как убытки на сахарных заводах связаны с личными интересами их руководителей? Через какие схемы удалось брать огромные взятки? Смотрите сегодня в панораме большое расследование агентствователь новостей «Сахарная мафия». Четыре сахарных завода в Беларуси и четыре директора под следствием. Как связаны хронические убытки предприятий с личным интересом фигурантов громкого дела? Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов. Когда уход от посредников оборачивается новыми посредниками. И когда от сахарной схемы одних совсем не сладко всем потребителям. Громкое дело от упаковки до прилавка. Покажем, на чем погорели участники криминальной схемы. Сахарная мафия. Расследование. Сегодня в панораме. Из 920 уехавших на каникулы китайских студентов в Беларусь вернулись около 50. В Министерстве здравоохранения сообщили, что вузы четко выполняют необходимые рекомендации. Каждый из вернувшихся на учебу находится под наблюдением. Руководителям всех учреждений образования поручено вести ежедневный учет иностранных учащихся и студентов, которые приезжают из Китая и других стран, где зарегистрированы случаи инфекции, вызванной коронавирусом. Больше информации в 19.00. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok